Та-тя-ха! Привет всем! Давненько не виделись! Перед вами первый в ноябре 2022 выпуск новостей обо всем, что происходит в мире электромобилей Китая. С вами компания Volt Auto, самый крупный импортер электроавто из Поднебесной в Украине. Мы поддерживаем вооруженные силы Украины, президента и правительства. И несмотря на войну на нашей земле, мы стараемся и далее информировать вас обо всех новинках автопрома из КНР. Сегодня, как всегда, у нас много самых разнообразных новостей. Поэтому, как говорят в Китае, цаупа! Что означает «поехали!» Электрический лифтбэк Ора Лайтнинг Кэт уже можно купить в Китае. Эта же модель, но только под рабочим названием Next Ора Кэт мы встретили на парижском автосалоне. Все детали об этом авто расскажем в отдельном сюжете, который посвятим всем моделям, стоявшим на стендах марок Вэй и Ора. Как помните, они входят в портфель автомобильных брендов концерна «Великая стена». Сам концерн уже объявил об экспансии на европейский рынок еще в прошлом году во время выставки EAA Mobility в Мюнхене. На этой выставке мы также были и сделали несколько сюжетов из Германии. На рынок Поднебесной в первую очередь вышла базовая комплектация Lightning Cat, которая получила один электромотор на заднюю ось. Его мощность почти стандартные для такого авто 150 киловатт или 204 лошадиных силы. Позже будет и двухмоторная версия с удвоенной мощностью. Но для базовой комплектации уже доступны три батареи разной емкости, а именно 64, 79 и 84 киловатт часа. Они обеспечат возможность пробега от 555 до 705 километров на одной зарядке согласно методике CLTC. Если вы хотите увидеть эту модель на реальных кадрах, а не от производителя, то смотрите специальный выпуск в следующий вторник на нашем канале. Тайваньский производитель электроники Foxcon расширяет модельный ряд своего автомобильного подразделения Foxtron. Компания представила Model V. Нам пока что показали только то, как будет выглядеть будущий электропикап. Данных о том, сколько и какие электромоторы у него будут установлены, пока что нет. Но возможно, тайваньцы пойдут по пути универсализации, и авто получит такие же моторы, как и кроссовер Model S. Напомним, что у него два электродвижка общей мощностью 300 киловатт или 408 лошадиных сил. К слову о модели Model S. Вместе с презентацией пикапа Foxcon на публике показали и серийную версию электрокара. Также был показан серийный электрический хэтч Model B. Он вместе с пикапом и кроссовером будет производиться сразу на трех заводах, но в разных странах. В Тайване, Таиланде и США. Мы помним, что в прошлом году помимо этих моделей Foxtron показал седан Model E и электробус Model T. О том, когда эти модели доберутся до конвейера, данных пока что нет. Напомним, что Foxconn в Тайване будет производить ранее названные модели с другим тайваньским автопроизводителем Yulong T-Chuo Motor Company. Несмотря на это, Yulong готовит свой вариант электропикапа, который будет называться LuxGen N7. Китайская компания Nio планирует стать одним из пяти крупнейших автопроизводителей в мире по объему продаж к 2030 году. Об этом заявил учредителем генеральный директор компании Уильям Ли. Чтобы добиться поставленной цели, компания будет активнее развивать направление как электрокроссоверов, так и компактных электрокаров. Отметим, что последних в модельном ряду Nio пока нет и не будет, несмотря на то, что компания признает спрос на небольшие электрокары. Поэтому они создадут отдельный суббренд, с лого которого и будут производиться доступные модели. Новый бренд от Nio предложит более привлекательную цену и высокий уровень сервиса в сравнении с нынешними игроками рынка. Но пока что это только планы, так как бюджетные электромобили от нового подразделения появятся на рынке только через два года. Несмотря на это, уже прогнозируется быстрый рост продаж для еще не названного суббренда. Благодаря чему к 2030 году компания войдет в пятерку крупнейших автопроизводителей по объему выпускаемых авто. Китайский бренд Leap Motor выпустил на рынок флагманский электрический седан C01. Как видите, Leap Motor C01 получил привлекательный дизайн экстерьера, во многом пересекающийся с кроссовером C11. Кстати, на него мы уже давно сделали обзор на нашем канале. Прямая ссылка на это видео будет в описании. Габариты электроседана следующие. Длина 5 метров 5 сантиметров, ширина 1 метр 90 сантиметров и 1 метр 50 сантиметров в высоту. Колесная база 2 метра 93 сантиметра. Также от электрокроссовера перекочевала в седан центральная панель. Задний диван получил вентиляцию и подогрев, а также возможность изменять угол наклона спинки. К слову, у авто нет традиционных ручек. Дверь открывается нажатием на сенсорную кнопку. Еще раз мы встретим модель C11 в части технического оснащения, потому что в базовой версии седана стоит один мотор мощностью 200 кВт или 272 л.с. Точно такой же, как и у электрокроссовера. В полноприводной версии таких движков становится два, по одному на оси, благодаря чему и удваивается мощность. Но учитывая, что это все же седан, то условные 544 л.с. для такого авто выглядят очень впечатляющими. Электроседан Leap Motor C01 получил батарею, которая может обеспечить 500, 606, 630 и 717 км пробега на одной зарядке. Емкость младших аккумуляторов пока не названа. Но мы уже знаем, что самая емкая батарея – это аккумулятор на 90 кВт-часов. Ну что, как вам новый седан от Leap Motor? Будем брать! Еще одна серийная новинка на рынке. Очень свежий китайский бренд Radar уже запустил реальное производство первого электрического пикапа модели RD6. Почему-то, как конкурентное преимущество этого авто, производитель отмечает 4 розетки в салоне и 2 герметичных отсека для полезного груза. Первый объемом 70 литров находится под капотом, а второй на 48 литров под задним сиденьем. Электромобиль базируется на платформе SEA, которая также стала основой для моделей TQ001, Tidu Robo 01 и Smart 1. И это логично, так как платформу разработал автобренд Geely, который входит, как и вышеперечисленные марки, в портфель бренда материнского Jeytian Geely Holding Group. Первой из конвейера начала сходить базовая комплектация. У нее один электромотор на задней оси. Он выдает 200 кВт или 272 л.с. Поэтому пикап до первой сотни разгоняется за 6 секунд. В паре с ним работает батарея емкостью 86 кВт. Благодаря ей у электропикапа есть запас хода на одном заряде 600 км. Он подсчитан по методике CLTC. Позже будет производиться и двухмоторная, а значит и полноприводная версия этой модели. Приобрести радар RD6 уже можно в Китае. Как вы понимаете, комплектация пока что одна и она стоит 180 тысяч юаней или чуть больше 25 тысяч долларов. А заказать эту совершенно новую для рынка модель, как и уже проверенные в Украине, вы можете у нас, самого крупного украинского импортера электромобиля из Китая, компании Volt Auto. Десятки клиентов ежемесячно доверяют нам покупку и доставку своего авто в один из наших салонов в Одессе, Львове или Киеве. Все наши контакты вы найдете в описании к этому видео. Китайская компания BYD показала на выставке EAA Transportation в немецком Ганновере три новинки, а именно два электрогрузовика и свежее поколение 12-метрового автобуса. Кроме этого представлена новая платформа eBus Blade Platform. Как вы понимаете, в ее основе лежат батареи типа Blade, которые компания называет самыми безопасными в мире. Платформа BYD eBus отличается от других платформ тем, что ее батарея установлена в полу и служит для автобуса рамой. Подобный подход еще практически не применяется при производстве электрических бусов. Первый грузовик BYD ETH8 может осуществлять междугородние перевозки. Второй BYD ETH M6 меньше и легче, поэтому его советуют использовать для перевозок в черте города. Он получил один электромотор мощностью 150 киловатт или 204 лошадиных силы. Батарея имеет емкость 126 киловатт-часов. В итоге грузовик может проезжать 200 километров на одной зарядке. Обновленный 12-метровый электробус, несмотря на технологическое совершенствование платформы, получил прошлую архитектуру, поэтому его батарея расположена на крыше. Ее емкость 422 киловатт-часа. Она обеспечит 450 километров пробега на одной зарядке. Еще одна новость от самого крупного и дорогого автопроизводителя в Китае. В BYD начнут продавать на местном рынке новую базовую версию флагманского электрического седана Han EV. Он получит другие тех характеристики и более привлекательную цену. Само собой, дизайн экстерьера не изменится, как и габариты. Только теперь базовая модификация будет считаться авто с одним электромотором мощностью 150 киловатт или 204 лошадиных силы. Изменения небольшие, так как ранее базовый движок выдавал 163 киловатта или 222 лошадиных силы. Теперь разгон до первой сотни у базовой модели займет 7,9 секунды. Сколько будет стоить начальная версия этого седана, с учетом другого двигателя и некоторых несущественных упрощений, в компании пока что не сказали. Напомним, что производство электрической модели BYD Han стартовало в Китае в июле 2020, С тех пор продано более 300 тысяч авто. Из них 117 тысяч в прошлом году. За 9 месяцев 2022 уже продано 180 тысяч экземпляров. Отметим, что топовый седан Han мы встретили на фирменном стенде во время автосалона в Париже. Сюжет о всех авто, которые были представлены на стенде BYD, вы можете посмотреть на нашем канале. Прямая ссылка в описании. IT-корпорация Baidu вместе со своим автомобильным подразделением T2 Auto уже гарантированно выводит на рынок свой первый электрокар Robo 01. Традиционно для таких запусков новой модели перед массовыми продажами и производством стартует ограниченная специальная серия. В этот раз это будет 1000 экземпляров Robo 01 в версии Lunar Edition. Спецверсия создавалась совместно с китайским госпроектом по исследованию Луны, поэтому получила такое название. Отличие от базовой модели заключается только в дизайне интерьера и экстерьера. Самые заметные – это надписи на сидениях Lunar Edition. В технической части изменений нет. Это тот же базовый электромобиль с двумя лидарами, пятью радарами, двенадцатью ультразвуковыми радарами и двенадцатью камерами. Все это добро базируется на платформе SEA, разработанной концерном Geely. Авто получило по одному электромотору на оси, общая мощность 400 кВт или 544 лошадиных силы. Поэтому до первой сотни кроссовер разгоняется всего за 3,9 секунды. Батарея емкостью 100 кВт-часов обещает запас хода 600 км за классной методики CLTC. Z2 Roma 01 Lunar Edition появится на рынке только в следующем году. Цена на столько технологичного электрокроссовера соответствует его возможностям – это 400 000 юаней или больше 56 000 долларов. Надеемся, что осенние новости об электромобилях из Поднебесной вас снова удивили и порадовали. А мы всегда рады вашему вниманию и лайкам. Если вы еще не подписаны на наш канал, то советуем сделать это прямо сейчас, а еще кликнуть на колокольчик. А мы прощаемся с вами до следующего выпуска. Затем!